Суббота-полдень. Вы на YouTube-канале Ходорковский Live. Меня зовут Богдан Бакалейко. И самое время для экономической программы «Курс», где мы с Сергеем Алексашенко разбираем все самое интересное, что произошло за неделю. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Также подписывайтесь на YouTube-канал «Ходорковский Live». Ну и давайте же уже начнем. Сергей Владимирович, добрый день. Добрый день, Богдан. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Куда держим курс сегодня? Давайте начнем обсуждение нашей санкции. Десятый пакет объявили. И в первую очередь хотелось бы обсудить санкции против, ну так сказать, частных банков. Тинькофф, Росбанк, Альфа-Банк, скорее всего, в будущем попадут под санкции. Что ждет клиентов этих банков? Богдан, можно я сначала шаг назад сделаю? Мне кажется, что девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый пакеты санкций – это, как это сказать, на этих шахматах такой вынужденный ход. Нужно как-то реагировать, нужно что-то делать. Годовщина войны. И Европейский Союз должен каким-то образом продемонстрировать свою готовность двигаться дальше. Очевидно, что потенциал экономических санкций против России вот в том виде, в каком он был задуман, то есть как набор действий, которые призваны ограничивать финансовые ресурсы российского правительства, он на самом деле, ну если не исчерпал себя, то очень-очень-очень близок к исчерпанию. И, конечно, санкции против частных банков, они в этом отношении нисколько не приблизят Запад к той цели, которую он перед собой ставит, но поскольку он на никакую другую цель, никакие другие задачи сегодня ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе сформулировать не могут, то приходится, что называется, идти по наезженной колее. Ну вот нашлись какие-то банки, которые еще не попали под санкции. Крупные входят там, условно говоря, в первую двадцатку. Ну давайте мы их подведем под санкции. Ну понятно, что клиентам этих банков, клиентам банков ничего хорошего от этого не случится, что они потеряют возможности, если они у них были, осуществление в первую очередь международных платежей. То есть все, что касается работы этих банков на территории Российской Федерации, все, что касается работы этих банков в рублевой зоне, все, что касается работы этих банков во взаимоотношениях с банками, с банками, в первую очередь, находящимися в так называемых дружественных странах, там ничего не изменится. Ну единственное, что банки будут брать более высокую комиссию, ну потому что каким-то образом нужно будет компенсировать потери, которые они понесут. Но в принципе, тем самым вот этими шагами Запад не перекрывает все каналы, все финансовые потоки, которые могут выходить из России. Более того, он оставляет, ну на самом деле, я бы сказал так, главный канал, это Газпромбанк и еще какие-то государственные банки, через которые могут все платежи проходить. Вот, поэтому удар, я бы сказал так, направлен больше по клиентам российских банков, нежели чем по самим банкам. Поэтому я к этим санкциям отношусь как бы так, сдержанно, я не очень понимаю цели, которые хотят достигнуть их введением. Интересно, кстати, будет посмотреть на отчетность Газпромбанка, может быть у них действительно какой-то отмечается всплеск новых клиентов на фоне того, что против этого банка не вводятся такие санкции, потому что финансовый оператор. Богдан, вынужден вас разочаровать, вы отчетность этого банка за 2022 год не увидите, потому что она засекречена и может быть, помните мы с вами говорили, Эльвира Набиулина сказала, что может быть по итогам первого квартала мы что-то разрешим публиковать, но еще не знаем, сами не знаем что, но точно не все. И точно не то, что вам интересно. Поэтому я думаю, что интерес он, конечно, такой, как сказать, я его поддерживаю и сам бы хотел посмотреть. Но боюсь, что, ну знаете, как надо или очень много заплатить, чтобы купить отчетность Газпромбанка, ну или набраться терпения и подождать. Да, но тем не менее, хотелось бы продолжить обсуждение санкций, в том числе нефть и то, как эта нефть сейчас транспортируется. Вот стало известно, что вроде как могут наложить санкции на арабскую компанию САН, которой Роскомфлот передал 90 своих танкеров в начале войны и вот использует их для транспортировки нефти в обход всем санкциям. А здесь вы насколько видите риск того, что в России обрубят возможность, инфраструктурную возможность продавать нефть? Богдан, мне в этой новости не нравится решительно все, начиная от того, что там, видимо, не Роскомфлот, а Совкомфлот. Совкомфлот, да, извините. Еще с советских времен. У него не было 90 танкеров и, соответственно, у него меньше гораздо и передавать ему в таком количестве было их невозможно. Действительно, некоторое время назад, когда речь зашла о потолке цен, появились сообщения, что на рынке неожиданно сформировались новые компании, которые раньше не присутствовали на рынке перевозки нефти. Появились новые компании, в собственности которых находится примерно около 100 танкеров, которые не входят в международные альянсы, которые раньше никак не светились, которые скупили на рынке танкеры достаточно старые, то есть 15 лет плюс, и потратили на это дело большие деньги. Основные эти компании были зарегистрированы в арабских странах, в Китае и в Индии. И никому пока не удалось точно понять собственников этих компаний, но они так хорошо запрятаны, компании частные. Соответственно, и пока у экспертов нет однозначного мнения, хватит ли этих танкеров для перевозки российской нефти. Да, сразу надо сказать, что вот это понятие «теневой флот», который, что называется, находится вне сферы контроля, вне сферы деятельности крупнейших танкерных компаний, которые можно отслеживать через лондонский рынок страхования, он достаточно большой. Это примерно 45%, практически половина мировых танкеров, они вот так входят, не сильно обращая внимание на Лондон. То есть, ну, иранскую нефть, кто же это должен возить, правда, венесуэльскую нефть. Не мы одни, в смысле, не Россия одна должна страдать, есть же у нее друзья по разуму и братья по несчастью. Вот, соответственно, я не очень понимаю, каким образом и почему американцы, даже если они идентифицируют эту компанию, могут предъявить ей какие-то санкции, да, потому что санкции, вот как-то как такового нет запрета, нет запрета покупать или продавать российскую нефть дороже, чем потолок цен. Есть запрет предоставлять финансовые услуги, то есть кредитовать, страховать, да, вот, соответственно, подписывать контракты, которые подлежат страхованию. Вот, если эти арабские, индийские, китайские компании не пользуются услугами компаний западных стран, то я вообще, честно говоря, не очень понимаю, каким образом их можно, ну, за что их можно привлечь. Более того, поскольку они не, скажем так, покупатели российской нефти и продавцы российской нефти не котируют и не заключают сделки на биржевых терминалах, то вообще говоря, не очень понятно, по каким ценам эта нефть покупается, продается и перевозится. И кто является бенефициаром и в какой момент цена на нефть возрастает, там, условно говоря, от 60 или 70 долларов за баррель в российском порту до 85 долларов за баррель у причалов индийского нефтеперерабатывающего завода. Вот, поэтому я с интересом посмотрю, что смогут найти, но пока для меня эта тема совершенно не отчитывая. Пока эксперты говорят, самая большая проблема, которая на сегодня есть, потенциально, гипотетически, да, то есть ее пока подтвердить не удалось, это то, что из-за удлинения транспортного плеча, просто нефть из-за российской или приморска в Европу доезжает там за 10 дней, а в Индию там дней за 30-35, а в Китае еще больше, дней за 40-45. Соответственно, вот танкерам нужно дольше находиться в пути и непонятно, хватит ли вот мощности этого теневого флота для перевозки российской нефти, потому что, ну, они реально будут находиться в море гораздо дольше, чем вот при перевозках нефти в Европу. Но судя по той информации, которую на сегодня мы имеем, ни в январе, ни в феврале экспорт российской нефти, сырой российской нефти не упал, он даже несколько вырос. Более того, ну, опять, март еще не наступил, конечно, да, но уже есть информация от российских структур, что контрактация там экспортной нефти на март, она, в общем, тоже показывает, что никакого спада нету, да, поэтому вот пока я не вижу серьезного удара по экспорту российской нефти, но опять я повторю, мне кажется, мы уже эту тему обсуждали, что Запад, вообще-то говоря, не заинтересован в снижении физического сокращения, сокращении физических поставок нефти на мировой рынок, российской нефти на мировой рынок. Запад заинтересован в том, чтобы российский бюджет получал как можно денег, как можно меньше денег. Да, понятно. Чуть-чуть попозже вас еще помучаю по санкциям, раз уж мы за нефть начали говорить, вроде как в правительстве придумали, как обходить потолок санкций, ну вот Минфин сообщает, что установит предельную допустимую скидку Юрлс к привязке к бренд, то есть там называется 25 долларов, грубо говоря, если сейчас бренд стоит 83 доллара, то максимум дисконт, который может быть, это 25 долларов, 58 долларов, вот за такую стоимость будет продаваться, и вроде как это поможет вернуть нормальные доходы, нефтегазовые доходы в бюджет. Вам, как кажется, будет работать эта схема? Богдан, будет, только смотрите, нужно хорошо понимать, что Минфин не устанавливает цену продажи российской нефти. Он не может, ну у него нет никаких возможностей диктовать нефтяным компаниям, нефтетрейдерам, по какой цене, кому нефть продавать. Минфин объявляет цену, то, что мы видели, там 50 долларов, там по итогам декабря и по итогам января, 50 долларов за баррель, это та цена, которую Минфин объявляет на основе информации, которую он получал от нефтяных информационных агентств, специализированных агентств, которые опрашивали участников рынка и говорили, что вот по нашей информации цена российской нефти в российских портах, она такая. Соответственно, Минфин делал это объявление, и на основе той цены, которой вот этого, этой цифры, величины, суммы, этих данных, дальше Минэкономики рассчитывал налоговую пошлину, экспортную пошлину на нефть и рассчитывал величину налога на добычу полезных ископаемых. То есть, в принципе, если там не исключено, что российские компании продавали нефть дороже, чем 50 долларов за баррель, да, ну, например, очевидно, что там нефть, которая шла и идет по нефтепроводу в Китай, она вообще, что называется, там есть контрактная цена, которая заключена много лет вперед, и никто не знает, какая она, да, вот, собственно говоря, и понятно, что китайцы там вряд ли будут ее менять, потому что там долгосрочный контракт, и ни одна из сторон не может его изменить. Вот, соответственно, и то, что сделал Минфин, ну, по большому счету, мне кажется, что мы на эту тему уже говорили когда-то, несколько передач назад, что это абсолютно такое, с точки зрения Минфина, абсолютно рациональное решение, потому что биржевой торговли российской нефтью не существует теперь, то есть все котировки, они ушли как бы туда, за экран, в тень, и переговоры ведутся по телефону, по, не знаю, по мессенджерам или еще каким-то образом, и Минфин пошел просто вот то, что называется, лобовым путем, сказал, для целей налогообложения цена экспортной российской нефти будет исчисляться таким образом. Нефть бренд, цена бренд минус сколько-то? Ну, и, соответственно, это минус 34 доллара по итогам марта, и так далее, 25 долларов, начиная с июля и дальше. Соответственно, вот вы правильно абсолютно сказали, да, что при меньшей цене 83 доллара, это означает, что 58, ну, смешно, я не знаю, там Минфин специально подгонял эту цифру, не специально, но получилось так, что она ниже того самого предельного потолка цен, который установили страны Запада. Как говорится, мне кажется, что Минфин потроллил немножко Владимира Путина, который сказал, что мы никому нефть там не будем продавать ни по каким потолкам, но Минфин так талантливо потроллил Путина и сказал, ну, ладно, вы, господин президент, можете чего угодно говорить, а у нас получается такой расклад. Вот. Соответственно, помимо того, что Минфину удалось, ну, как мы видим, вот если цена на рынке не меняется, если цена нефти бренд так и остается там 83-85 долларов до конца года, то мы понимаем, что Минфин как минимум на 20 процентов увеличил доходы от добычи и экспорта нефти. То есть раньше цена нефти была 50, из которых все считалось, а теперь будет 60, да, то есть, ну, на самом деле такая достаточно весомая прибавка в бюджет и в добавлении к этому не забывайте, что на начало года курс доллара к рублю был 70, соответственно, сейчас он 75. Вот еще получили, сколько там получается, 8 процентов, 70,5 процентов еще прибавки на курсовой разницы. Да, то есть в принципе, по моим оценкам, получается, что во втором полугодии, да, и это же еще не все, Минфин еще содрал с российских нефтяников, он уменьшил компенсационные выплаты вот для нефтеперерабатывающих заводов. Мне кажется, мы объясняли, да, такую схему, которая была, которая сохраняется, что российские НПЗ получают обратные выплаты от Минфина, он им уменьшил, и в результате, по моим оценкам, получается, что на вторую половину года Минфин выходит на те объемы доходов от добычи и экспорта нефти, которые были заложены в бюджет. Да, то есть в первой половине года они все равно останутся ниже, потому что ступеньками будут идти от этих 50 до 60 долларов за баррель, но в принципе, ко второй половине года, во второй половине года Минфин может рассчитывать на то, что у него ситуация улучшится. Ругают нас очень часто за то, что вы взвешенно все оцениваете, что мы не кричим вот этими заголовками, что завтра все рухнет. Ну, в общем-то, вот сейчас можно наблюдать, что потихонечку вроде как Россия, правительство выходят вот из этих рекордных дефицитов бюджета, которые зафиксированы в январе. Если вы вдруг не смотрели наши прошлые выпуски, посмотрите, мы там подробно разбираем и налоги на нефть, и, в общем-то, с чем связан дефицит бюджета. Давайте... А, вот я хотел вас еще один момент уточнить по этому вопросу. Здесь, мне кажется, все-таки очень важно проговаривать, что Минфин сам не верил нефтянке, нефтяным компаниям, которые прописывали в контракте стоимость продажи там 30 долларов, 35 долларов и так далее. И вот этот инструмент, который мы сейчас обсуждали, он как раз должен вывести все компании, ну скажем так, на чистую воду. Но такой момент, а если цена на бренд вырастет очень сильно, ну грубо говоря, до 100 долларов, то эта скидка в 25 процентов, она уже будет выше потолка. Что тогда произойдет? Богдан, насколько я понимаю, ни Минфин, ни Минэнерго, которые отвечают за нефтяной комплекс, не имеют доступа ко всем контрактам нефтяных компаний. То есть, по какой цене и кому российские нефтяные компании продают нефть, правительство не знает. Ну то есть, конечно, наверное, там Путин лично может позвонить Сечину, руководителю Роснефти и сказать, Игорь, ну-ка быстро принеси мне контракт и покажи конкретно, по чем ты продаешь нефть. Но сильно сомневаюсь, что количество контрактов большое, бумаг много. Опять-таки, в контрактах могут быть дополнения, изменения, усушка, утруска. Одним словом, по какой цене российские компании продавали, продают и будут продавать нефть, Минфину неизвестно. И, честно говоря, вот из этого законопроекта, который внесен в Думу, я делаю вывод, что Минфин и не хочет этим это знать. Ему, по большому счету, все равно. Минфину нужно собирать налоги, он за это отвечает. И поэтому вот эта вот цена нефти, которую он объявляет, она, вообще говоря, с реальными продажами, с реальными доходами нефтяных компаний может быть никак не связана. Ну, то есть вы правильно задаете вопрос, что будет, если цена бренд поднимется до 100, то тогда вроде как Минфин будет объявлять цену 75, но это не означает, что российские компании будут продавать нефть по 75. Там, не знаю, греческие танкеры будут перевозить нефть, купленную по 75 и страховать ее в Лондоне. Вот греческим танкерам никто не застрахует нефть в Лондоне, если в контракте будет стоять цена выше 60. Но Минфин это совершенно не волнует. Минфин волнует, чтобы он получал доходы, которые рассчитаны исходя вот из этой цены, которая тогда, ну, в нашем гипотетическом случае будет 75 долларов за баррель. Да, это единственная его забота и такой, знаете, абсолютно шкурный, прагматический интерес, и я их достаточно хорошо понимаю. То есть, в общем-то, можно ожидать, что в контрактах будет 59-99 везде, несмотря на... Скорее всего, да. Скажем так, в контрактах, опять, в контрактах на перевозку нефти, которые везут греческие танкеры или мальтийские танкеры, будет стоять 59-99. Но при этом мы не знаем, существует ли в российских... Будут ли существовать у российских нефтяников какие-то теневые соглашения о том, что еще 5 или 7 или 10 долларов будет перечисляться на офшорные счета, но уже не компания, а ее менеджеров или трейдеров или еще каким-то образом, да. Вот нужно хорошо понимать, что Минфин в широком смысле, скажем так, что косвенным следствием, ну или прямым следствием, одним из прямых следствий начала войны против Украины и введения санкций стало то, что Минфин, налоговая служба потеряли контроль за ценами, за доходами российских нефтяных компаний, ну а Центральный банк, по идее, потерял вообще понимание экспортной выручки вот для целей платежного баланса, да. То есть сегодня это является такой огромной загадкой не только для нас с вами, не только для наших зрителей, но и для правительства. Но если Минфину и налоговой службе в этом отношении проще, они могут вообще говоря, ну опять, не то чтобы каждый день, да, не могут они, конечно, каждый день самостоятельно говорить, вы знаете, мы сегодня сказали, что 25 долларов, а мы подумали, почесали репу и решили, что давайте сделаем 20. Для этого все-таки нужно принимать закон, для этого 22 февраля соберутся внеочередное собрание Госдумы, Совет Федерации, проголосуют в трех чтениях Дума, тут же Совет Федерации, тут же Путин подпишет законопроект. Это все нужно для того, чтобы закон вступил в силу до конца месяца и тогда с 1 апреля он может применяться для целей налогового обложения. Такие требования налогового кодекса, да, что налоговые законы, там минимум месяц должен пройти между вступлением закона в силу и вступлением нормы в силу. Так, ну, вот такой, что называется, бюрократический порядок. А меня, на самом деле, вот я чуть забыл, возвращаясь к предыдущему вопросу, мне гораздо более интересна и представляется ситуация, не когда нефть будет стоить 100. Вот если нефть будет стоить 100, там будут где-то у кого-то дополнительные доходы. А знаете, как это, делить доходы, ну, может быть, даже если они будут поделены не очень справедливо, но это всегда приятно. А меня интересует случай, а что будет, если цена нефти упадет до 70? Да, и вот цена нефти будет 70. Мы вычитаем 25 и получаем 45. Да, то есть вот и нефтяники будут платить доход, а там у нефтяников, у самих в этот момент там они будут продавать нефть по 55. Да, и у них вот эта вот дельта, она сильно сожмется, потому что вот как требовали с них дисконт 25 долларов, так и будут требовать. Ну нет, Сергей Владимирович, прописано предельно допустимая, то есть как бы можно меньше, но больше нельзя. Ну, Богдан, смотрите, вот с 5 декабря предпустил 60, а Минфин отчитался о 50. Да, ну то есть вот покупатели нефти, они же понимают безвыходность ситуации для российских нефтяных компаний. И вот просто на одном объявлении, они еще там, вот в ноябре она стоила 60, а с 5 декабря получили еще 10 долларов скидки. Поэтому я так смело считаю, что вот если цена нефти упадет, то тогда нефтяным компаниям будет тяжело и на самом деле и Минфину будет тяжело, потому что он опять придет вот там, мы не знаем, может быть, индийские, китайские друзья придут на выручку Владимиру Путину и будут покупать там при мировой цене нефти 70, будут покупать у него все равно по 60, а Минфин, исходя из того, что в законе будет написано 70 минус 25, будет собирать налоги по 45. Да, то есть вот Минфин каждый раз, с одной стороны, они нашли, конечно, прагматичное явление, решение красивое, аккуратное, изящное, бюрократически абсолютно правильное, но каждый раз, когда Минфин пытается установить какие-то долгосрочные правила игры, он почему-то придумывает их таким образом, что они работают, хорошо работают в одну сторону и плохо работают в другую сторону. Вот там Минфин уже, по-моему, 4 попытки сделал установить бюджетные правила, да, и вот пока там, вот это, помните, там всякие цена отсечения, а если цена не дохода выше, то фонд национального состояния, но как только цена нефти падала ниже цены отсечения, то там автоматизм переставал работать. Минфин тут же, что называется, отменял норму бюджетного правила, сказал, стоп, 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 сейчас ситуация устаканится, и мы сформулируем бюджетные правила по-новому. Вот с 2019 года работает вот эта вот система возврата денег российским нефтепрерабатывающим заводам, вот ее, по-моему, уже раз пять меняли, да, вот прошло там идет четвертый год, четыре года, вот, но ее уже раз пять меняли, это подкрутили, то подкрутили, цена на нефть выросла, опять не было плохо, цена на нефть упала, опять плохо, да, денег в бюджете мало, подкрутили с 1 января, выяснилось, что опять мало, вот с 1 апреля опять будут подкручивать, да, то есть у Минфина вот каждый раз желание содрать побольше денег, вот оно с Минфином, конечно, играю в злую шутку, потому что они не могут, в принципе, ну, собственно, игра такая, да, то есть либо ты, ну, что называется, очень просто, используешь свободные цены и ставку налога, которая едина для всех, либо ты занимаешься вот этим ручным управлением, которое выясняется, что на резких изменениях ситуации, а тем более, там, на введении санкций, на исчезновении прозрачных цен, вот эта конструкция не работает, ну, вот и Минфин в очередной раз наступил на те грабли, на которые он уже наступал неоднократно. Да, вы начали говорить, что вот эту разницу между цены, которую прописали в контракте и потолком, непонятно, куда уходит, в какие-нибудь офшоры и так далее, я сразу вспомнил комментарий одного из наших подписчиков, когда мы обсуждали это несколько недель назад, он сказал, что я уверен, Владимир Путин лично себе в карман на какой-нибудь офшор кладет эту разницу между потолком и тем, что в контракте прописано. Вы как бы такое оценили? Вот, вы знаете, с точки зрения Запада, который вводит санкции, мой ответ, он такой, да, мне все равно, Путин, Сечин, Костин, Миллер, Силуанов, Мишустин, да, Пупкин, мне все равно, кто кладет эту разницу к себе в карман. Главное, чтобы эти деньги не приходили в российский бюджет. Да, ведь задача санкций усложнить позицию российского бюджета, российских государственных финансов, чтобы в российский бюджет поступало как можно меньше доходов от экспорта нефти. И, собственно говоря, если вот предположить такую гипотетическую ситуацию, что там, начиная с 1 марта, Запад объявляет потолок цен 30 долларов, и, соответственно, вся разница между нынешним там 60 и 30 уходит в карман лично Владимиру Путину, то российскому бюджету от этого станет гораздо хуже, чем ему станет сегодня, правда? То есть вот поэтому кто получает разницу, вот с точки зрения целей введения санкций, это все равно. Поэтому, ну, если вдруг на этом каким-то образом обогащается лично Владимир Путин, ну, хорошо, но будет у человека еще несколько миллиардов долларов, но вы же понимаете, что там ни Путин, ни Сечин, ни Миллер, ни Костин, ни Силуанов, ни Мишустин, никто из них этими деньгами с российским бюджетом делиться не собирается, да? То есть, знаете, там, что мое, то мое, а что ваше, то ваше. Последний вопрос касательно санкций больших материй, потом еще хотелось бы про санкции маленьких материй поговорить. Росатом на этой неделе стал известен, впервые столкнулся с косвенными санкциями. Симмонс, компания, которая поставляет ему всякого рода запчасти и прочую-прочую вещь для строительства атомных станций за рубежом, вот Германия заблокировала поставку этой продукции от Симмонс. Скажите мне, пожалуйста, а почему против Росатома до сих пор не ввели санкции? Ну, во-первых, давайте так, что Германия не заблокировала поставку оборудования Симмонса для атомных электростанций в Венгрии, в Турции, а не дала разрешения. Это немножко другие вещи. То есть там нет запрета, а просто задержка с выдачей разрешения. То есть, ну, вот, как сказать, с бюрократической точки зрения, бумага в работе, бумага на столе, обдумывается и так далее. А вдруг, знаете, как бюрократы, они же тоже смотрят новости, следят в том числе и за нашей передачей, даже если они сидят в Германии или в Брюсселе. И, соответственно, думают, а вдруг сейчас ни с того ни с сего Евросоюз ведет санкции на Росатом в этом десятом пакете. А мы тут подпишем разрешение Симмонсу и получится, что вот наше разрешение, оно, что называется, в пику решения Евросоюза. Давайте-ка подождем. Вот пусть Евросоюз сначала объявит свой десятый пакет, а потом быстренько под сурдинку мы, глядишь, и дадим разрешение. Может быть и такой сценарий. Поэтому я бы к этому вот пока не относился как к санкциям. А второе, нужно понимать, что Росатом в той части, в которой на него можно теоретически наложить санкции, это гражданская промышленность, гражданские отрасли, это строительство атомных электростанций. И здесь очень, если ввести жесткие санкции, то под удар попадет, ну, например, Венгрия, который является членом Евросоюза, где строится атомная электростанция, Росатомом. И, соответственно, Венгрия может это решение заблокировать. И поскольку для Венгрии это очень важный и очень нужный энергетический объект, то я подозреваю, что если Евросоюз захочет ввести санкции, то откупиться от Венгрии будет стоить очень дорого. То есть преодолеть вето Венгрии будет невозможно. Дальше есть Турция, которая является союзником по НАТО, членом НАТО. И, в общем, тоже мы знаем, что у тех же Соединенных Штатов с Турцией в последнее время непростые отношения, да, в том числе из-за убийства журналистов, ну, из-за садовской Аравии, из-за убийства Кашоги, где Турция начинает, что называется, с другим американским союзником воевать. Потом Турция закупила вот эти российские комплексы С-400, да, и, соответственно, пришлось Турцию исключать из программы F-35, вот, своим истребителем пятого поколения. А с другой стороны, вроде как страна НАТО, ей положено иметь истребители пятого поколения. Одним словом, вот, лишнее усложнение отношений с Турцией тоже сегодня никому не нужно. Дальше Росатом выполняет, ну, некую такую, как бы сказать, функцию санитара леса, и Россия в лице Росатома принимает отработанные ядерные отходы для захоронения на своей территории. Но это, на самом деле, бизнес, там, может быть, он не очень заметный, он не лежит на поверхности, но для маленьких стран, которые небольшие по территории, у которых есть атомная электростанция, эта проблема, она представляет, ну, такой важный, ну, как сказать, важное событие, да, потому что захоронить у себя, там, не каждая страна соглашается, и если строит кто-то атомную электростанцию, то на стадии проектирования уже этот вопрос решается, а где мы будем, куда мы будем складывать ядерные отходы, вот, чтобы только, чтобы не у нас, но поскольку одна седьмая часть суш или одна восьмая часть суш, она большая, да, то здесь всегда найдется место для очередной партии этих отходов. Вот, и самое последнее, да, ну, еще там, на самом деле, атомная электростанция в Египте строится, да, которая тоже, в общем, с Америкой, там, имеет какие-то такие, ну, если не дружеские, то партнерские отношения и важные партнеры по отношению на Ближнем Востоке, вот. Вот, но дальше есть еще один сюжет, такой абсолютно прагматический, ведь большинство объектов, которые сегодня Росатом строит, большинство атомных электростанций, которые Росатом строит в других странах, это строится за деньги российского бюджета. То есть никто не оплачивает ни Турция, ни Венгрия, ни Египет, ни Иран, нет, Иран, кстати, оплачивает, Индия, по-моему, да, там есть еще, вот. Никто не оплачивает строительство атомной электростанции из своих денег, тем более сразу. То есть раньше еще давали какую-то часть оплаты государственным, государство платило, потом государство, где строилась атомная электростанция, брало кредит и платило российским строителям. А сейчас Росатом, ну, так, как сказать, давно уже, лет 8, может быть, даже 10 назад, я сейчас точно не могу вспомнить, он перешел на новую схему и создал такое конкурентное преимущество, заявляя потенциальным потребителям, потенциальным, так сказать, реципиентам российских атомных электростанций, говорит, ребят, мы построим вам электростанцию за наши деньги. То есть в российском бюджете предусматривается большая сумма денег, которая идет Росатому в качестве, не знаю, там, субсидий, дотации, еще каких-то денег. И вот за эти деньги Росатом строит атомную электростанцию вот в соседней стране. Говорит, а расплачиваться вы с нами будете доходами от той электроэнергии, которая будет вырабатываться. Ну, то есть, вот, там, 10 лет строится атомная электростанция, все работы оплачиваются Росатомом, то бишь, нами с вами, за счет налогов российского, которые собирает российский бюджет, и только когда-то через 10 лет начнется вырабатываться электроэнергия, и тут возникает вопрос, там, условно, в том же самом Египте, он уже возник, у нас тариф не позволяет с вами расплачиваться. Что вы с нами будете делать? Да, если, чтобы расплатиться с Росатомом, нужно повышать тариф на электроэнергию, а у нас страна бедная, у нас страна нищая, если мы под ним, у нас начнутся социальные протесты, поэтому давайте-ка мы с вами передоговоримся о том, чтобы мы с вами расплачивались, там, не в течение следующих 20 лет, а, например, в течение следующих 50 лет. Да, и получается, что вот эти вот, с точки зрения стран, где это строится, это как бы вот такой вот, ну, по большому счету, подарок от российского правительства, да, за который расплачиваться нужно будет в будущем, еще об условиях расклада можно будет, об условиях платежа можно будет передоговариваться, вот, и в этом отношении, ну, я думаю, что прагматичные бюрократы, которые сидят в Еврокомиссии, понимают, что вот если сейчас перекрыть Росатому все эти каналы, то, скорее всего, больше пострадают те страны, где атомные электростанции строятся, да, то есть опять те же самые Венгрия, Турция, Египет, вот, ну, и не думаю, что это сегодня входит в их цели, потому что Росатом сам пока денег никаких не получает, он все деньги получает из бюджета, у него все же, называется, все уже оплачено. Ну, понятно. Давайте теперь про обычных, про нас с вами, обычных людей поговорим, вот российские стоматологи жалуются, что у них дефицит определенного рода лекарств и, ну, специальных материалов для лечения зубов, не хватает анестетика, не хватает цемента, и вообще говорится, что стоматология – это высокотехнологичная отрасль, и если так и дальше будут дела происходить с импортом, то все эти высокие технологии в стоматологии закончатся. Вам, как кажется, получится ли в России как-то все это дело изменить? И если нет, то, ну, где тогда россиянам зуб-то лечить в будущем? Богдан, отличный вопрос. Знаете как, если за предыдущие 2022 года от Рождества Христова Россия не смогла научиться производить свой цемент для пломбирования зубов высокого качества, то у меня есть сильные подозрения, что из-за ближайших год-два-три это сделать не удастся. А я могу только посочувствовать россиянам, да, и, соответственно, тем, которые не могут поехать, не смогут поехать за границу, и там попасть к стоматологу и на хорошем оборудовании с хорошими анестетиками, с хорошим цементом запломбировать. Нужно будет ходить в российские стоматологические поликлиники. Но хорошо, если у них еще запасы останутся, или вместо американского цемента, зубного цемента, найдут какой-нибудь заменитель китайский или турецкий, и он будет все-таки какое-то время держаться. Ну, на самом деле, действительно проблема. Но я, вы знаете, смотрел на нее более широко. Можно там, в принципе, действительно, если вы пойдете к современному стоматологу, ну, не знаю, в европейской стране, в России тоже есть, я, в общем, видел такие кабинеты, то современное стоматологическое оборудование, оно действительно высокотехнологичное. Да, там чего только нет у вас в одной установке, лазеры, рентгены и микроскопы, и, в общем, действительно, это такое, как сказать, чудо техники. Чудо техники, по большому счету. Но ведь, знаете как, если бы российская технологическая отсталость, она касалась только стоматологии, ну, это была бы, что называется, одна забота. Ведь российская технологическая отсталость, она простирается везде. Вот там сегодня появилась информация о том, что, например, в Россию резко сократился примерно на четверть импорт нержавеющей стали. Что я выяснилось, что примерно три четверти нержавеющей стали, которая импортируется, которая потребляется в России, а это, ну, там, начиная от труб для всяких химических производств, окончая посудомойками, да, посудомоечными стиральными машинами, мойками в раковинах, да, то есть то, что у нас у всех имеется в доме. Это все делается из нержавеющей стали. 80% вот этой нержавеющей стали, оно в Россию импортируется. Россия, которая является одним из крупнейших производителей стали в мире, и экспортирует чуть ли не 30% производимой стали, выясняется, что она для себя, страна сама для себя не может произвести нержавеющую сталь, хотя, грубо говоря, сталь плюс хром плюс никель. Ну, там всякие добавки в зависимости от спецификации. И выясняется, что вот Россия страна, которая в принципе не может этого делать. И в России, если вы поговорите с российскими сталиплавильными заводами, да, с директорами, с менеджерами, то вы узнаете, что вообще-то говоря, на них все оборудование импортное. И нет там ничего отечественного. Да, и вот крупнейшая металлургическая держава, там Демидовы на Урале, выплавляли и так дальше, и так дальше, и так дальше. А на самом деле все это делается на импортном оборудовании, и там большое счастье для российской стали-литейной промышленности состоит в том, что вот в 2000-е годы металлурги воспользовались плодами приватизации лихих 90-х, воспользовались преимуществом открытости российской экономики. Ну, то есть они модернизировали, для того, что можно было выходить на европейские и американские рынки, они модернизировали свое производство. И, в общем, сегодня их продукция, ну, она действительно конкурентоспособна и на внешних рынках. Да, но вот нержавеющую сталь надо закупать. Вот мы ее не можем производить сами, не умеем. Единственный станц, который стоял в Челябинске, который там в конце, в середине, по-моему, 80-х закупили еще в Советском Союзе, вот так, в общем, что называется, как-то загубили, так они, в общем, использовали не по назначению. Вот. Поэтому вот эта технологическая отсталость, она будет проявляться везде, она будет проявляться, вот, не знаю, там пару передач назад мы с вами говорили, да, тот же самый АвтоВАЗ, вот, он не может красить автомобили, потому что у него стоит оборудование для покраски немецкое, которое может работать только на немецких аэрозолях, это, например, конкретные фирмы, и поставок нет, и не получается покрасить, да, черный, грязный, зеленый, и все, и на этом заканчивается. Да, поэтому вот эти сообщения о том, что то это исчезло, то то исчезло, они, это будет вот такая фишка 23-го и 24-го года. Мы об этом будем узнавать, ну, что называется, по ходу дела, потому что вы же сами понимаете, что там вот в статистике платежного баланса, федеральной таможенной службы, сколько там вот по стоимости этого зубного цемента заводится, завозится в Россию по импорту, ну, не знаю, какой-нибудь там третий знак после запятой. Никто его и никогда всерьез не рассматривал. А выясняется, что такая вот проблема для всей страны, для всех граждан. Ну, вот, да. Ну, судя по всему, такая вот технологически продвинутая держава. Я просто помню свой первый поход к стоматологу лет 15 назад. Это было очень больно. И за вот эти 15 лет действительно огромный скачок. Я так понимаю, что эта отрасль просто будет возвращаться в прошлое. И не исключено, что золотые зубы скоро снова будут в почете в России. Ну, не только это. Много кто будет возвращаться. Ну, слушайте, у нас весь курс там и государственного строительства, и экономики вернутся назад. Здесь же на самом деле опять на прошедшей неделе было какое-то замечательное сообщение о том, что в российских государственных структурах всерьез прорабатывается тема создания цифрового госплана. Причем всерьез люди используют именно это слово. Они говорят, мы пока не делаем эту идею публичной, потому что слово госплан не всем нравится, но это то, что мы хотим создать. Там, правда, речь идет пока только о контроле за гособоронзаказом. Какие ресурсы, у кого брать и так далее. Но на самом деле это вот такой вот откровенный шаг назад, когда государство, правительство пытается замещать с собой бизнес. То есть вместо бизнеса принимать решение кому, чего, куда, почем и так далее. Да, собственно, вот это движение назад это, в общем, ну, как сказать, признак эпохи. Слушайте, цифровой госплан, да, это довольно забавно и забавно то, какие используются опять выражения, опять пятилетками хотят этот госплан исполнять. Ну и да, конечно, это больше похоже на госраспил, а не на госплан. Давайте мы про зубы поговорили. Непонятно пока, куда нам ездить за зубами. Ну вот теперь еще... Нам на полу пластик и летать. Да, непонятно, на чем летать. Месяц назад Владимир Путин раскритиковал Дениса Мантурова, дескать, почему нет в госзаказе для авиационной отрасли контрактов. И вот на этой неделе Мантуров отчитался, сказал, что все сделали, 237 миллиардов рублей в этом году выделят. И в ближайшие два года сразу будет 60 магистральных самолетов МС-21 отечественное производство, Суперджет отечественное производство и Ту-214 это самолеты, которые еще в 90-х по-моему разработали и сейчас так пересоздают. Верите ли вы, что полностью можно будет импортозаместиться в авиаотрасли в России? Я ко всем прогнозам Минпромторга, которого изглавляет Денис Мантуров, отношусь очень скептически. Вот мы с вами, когда я начал говорить про нержавеющую сталь, в конце декабря прошлого года, то есть вот совсем, что называется, два месяца назад, российское правительство по представлению Минпромторга утвердило программу развития металлургии. И вот в отношении той же самой нержавеющей стали прогноз правительства, он такой, то ли производство вырастет на 15%, то ли упадет на 15%. Вы сами понимаете, хорошо я могу понимать, что наш прогноз производство вырастет на 3%, а может быть на 5%. Вот я еще понимаю, даже могу понять сценарий, что вырастет то ли на 5%, то ли на 15%, но тоже еще понятно. Вот когда то ли вырастет, то ли упадет и вот сразу так на 15%, то выглядит это достаточно смешно. Нужно хорошо понимать, что вот все планы, которые Мантуров озвучивает по поводу того, что Россия построит огромное количество гражданских самолетов, они рассчитаны на одного единственного служителя. И служателю это зовут Владимир Путин. который, как мы теперь знаем, санкционировал то, чтобы Россия не возвращала, российские авиакомпании не возвращали самолет, точнее говоря, не так. Путин санкционировал российскому правительству введение запрета для российских авиакомпаний на возврат самолетов их владельцам. То есть, если самолетом владеют иностранные компании, если она потребовала у российской компании вернуть самолет назад в связи с введением санкций или с отказом на техническое обслуживание, то российское правительство теперь говорит, нет, мы вам запрещаем. Чтобы вывезти самолет из России, на каждый полет нужно получить разрешение Росавиации, а если хотите на ремонт отвезти, то нужно получить разрешение правительства. И, соответственно, самолеты остаются в стране. Потому что своих самолетов у России сегодня нет в нужном количестве и возить пассажиров надо. Но Путину объяснили, что Владимир Владимирович вот эти все импортные аэробусы и Боинги, они достаточно новые и лет 5, а может даже 7, может даже 10 они смогут пассажиров возить. Ну, Путин, в общем, будучи человеком иногда въедливым, говорит, так, хорошо, а что будет через 7 лет? Владимир Владимирович, через 7 лет мы завалим рынок советскими, российскими самолетами. Мы сами как начнем все это дело производить в огромном количестве, что, в общем, сколько надо, столько и произведем. Ну, Путин говорит, окей, сколько у нас там импортных самолетов мы украли? 500. Сколько вы произведете в ближайшие 10 лет? Ну, Мантров смело говорит 400. Как это? А Путин, будучи въедливым, говорит, так, Денис Владимирович, а вы теперь мне разложите, пожалуйста, по модели. И вот Мантров начинает прямо по ходу фантазировать, что МС-21-60, Суперджетов там 100 с лишним, еще мы с вами там, что у нас еще есть? Еще есть 214, сейчас мы там одну штуку в год производим, будем производить три штуки, ну, короче, их добавим, потом еще всякую легкомоторную авиацию, ну, короче, я насчитал каким-то образом 500 штук, 400 штук, говорит Путину, все, Владимир Владимирович, вот наш отчет. Я думаю, что Мантров, будучи, ну, ему, конечно, хочется подольше посидеть в вице-премьерском пресле, но думаю, что с высокой степенью вероятности до 2030 года его могут и сменить. А может быть, а может быть, у вас как прогноз Минпромторга, могут сменить, а могут не сменить. Нет, нет, это не у меня, это у Хаджина Средина, то ли царь, то ли Ишак, то ли Падиша. Вот, да, поэтому я думаю, что Мантров сегодня может давать Путину любые прогнозы, но вот про тот же самый Ту-214 мы, соответственно, на этой неделе, на прошедшей неделе получили прекрасную новость о том, что один из поставщиков каких-то не очень крупных узлов, электронных узлов для этого самолета сказал, что, послушайте, а их нет. Вот, знаете, да, конечно, там в этом году, в 2023 году российский авиапром должен напрячься и произвести аж целых три самолета, но их не будет, потому что то, что мы обещали поставить на Ту-214, ушло, сами знаете, куда. Вот, ну, поскольку слово военно-промышленный комплекс употреблять нельзя, то все сразу догадались. вот, и теперь Казанское КПО, да, Казанское авиационно-производственное объединение имени Крабунова получит вот это вот электронное чудо российского производства не раньше конца 2025 года, а может быть и в 2026, а может и вообще не получит. И получается, что вот там те миллиарды рублей, которые Мантров освоит на российском авиапроме, они, вот знаете, как с автомобилями Жигули, которые там, Лада, да, которые Волжский автозавод производит, а потом в связи с тем, что у них нет гидроусилительного руля, они там встают на площадку. Вот, и на самолетах Ту-214, вот их будут клепать, 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 собрали, и без последних там 3-4-5 электронных блоков их будут выгонять в открытое поле, они там будут стоять, ждать морковкиного заговения. Вот, поэтому вот все эти планы, ну, дальше мы можем рассматривать, конечно, планы создания российского авиационного двигателя, последний, такой нормально работавший, относительно нормально работавший авиационный двигатель, там, ПС-90, опять он был создан в конце 80-х годов в Советском Союзе, и так и не вышел на проектную мощность, то есть, в общем, так и не удалось его со всеми доработками, доводками сделать так, чтобы он мог летать больше, там, 8 тысяч часов, да, как положено нормальному авиационному двигателю, а где-то там между двумя и тремя тысячами часами у него все это заканчивается, нужно ставить на ремонт и прочее. Вот, соответственно, обещают, что создадут другие двигатели, что они вот-вот появятся, что на них вот-вот самолеты будут летать, но пока вот тот самый МС-21, который испытывается сейчас в небе, он летает с двигателями Pratt & Whitney, которые больше в Россию поставляться не будут, соответственно, нужно ждать, пока возникнет российский двигатель, Superjet, который сегодня имеется, он весь, ну, да, он же тоже этой программе, Superjet, уже сколько, лет 15, наверное, его обещали выпускать, и, да, и там максимально обещанные мощности по выпуску этого самолета в Комсомольске на Амуре, они были то ли 36, то ли 42 самолета, 36 было, а потом поднимали до 42 обещания, но тоже, что Путину какую-то цифру выполнить, нужно было увеличить до 42, вот, насколько я понимаю, больше 22, ни разу за год, ну, это один год случайно столько выпустили, сделать не удалось, вот, потому что то одного нет, то другого нет, то еще какие-то проблемы, вот, поэтому планы есть, деньги выделены, деньги будут освоены, я в этом нисколько не сомневаюсь, ну, а будут ли самолеты через 10 лет, ну, послушайте, то ли царь, то ли ишак, то ли падишах, кто-то должен сдохнуть. Да, я про этот год, а вы мне только через 10 лет. Ладно, давайте последнюю тему обсудим, крипторынок, власти, финансовые власти США очередное наступление, скажем так, делают на крипторынок, в этот раз на стейблкоины, я коротко попытаюсь объяснить, что это такое, для тех, кто не знает, это криптомонеты, которые жестко привязаны, их курс жестко привязан к реальной валюте, ну, в частности, к доллару, например, да, это USDC, USDT, BUSD, это, в общем-то, те люди, которые покидали Россию и выводили как-то деньги из России в обход всем ограничениям, которые появились, стоили с другой стороны, зачастую использовали как раз тейблкоины в криптовалюте, потому что эти деньги можно завести в систему и вывести в любой другой стране, и вряд ли какой-нибудь из регуляторов об этом узнает. Так вот, комиссия по ценным бумагам в США заявила, что будет подавать в суд на оператора компания, которая имитирует как раз один из стейблкоинов, BUSD, это стейблкоин, ну, можно так сказать, криптобиржи Binance, и, в общем-то, в США, как я понимаю, недовольны тем, что вот существует какой-то альтернативный бенчмарк доллару, какой-то криптобенчмарк доллару. Как вам кажется, конец всей этой истории? Скоро запретят нам пользоваться всеми стейблкоинами и обходить все санкции или пока рано об этом говорить? Богдан, вы замечательно рассказали ситуацию, только я бы сделал одну для начала поправку, что, конечно, американские власти не собираются бороться с криптовалютами, и это в их планы не входит. Пока американские власти продолжают обсуждать, что же это такое, как нам относиться к криптовалютам, что это за финансовый инструмент, и сегодня в американской администрации есть, как бы, такая негласная договоренность, что каждый из регулирующих органов, то есть комиссия по ценным бумагам, комиссия по торговым биржам, казначейство и так далее, Федеральная резервная система, она, каждый из этих органов, он, да, внимательно смотрит за тем, что происходит на рынке криптовалют, и если вдруг, если вдруг видит что-то похожее на сферу своего регулирования, то немедленно должен вмешиваться и, соответственно, требовать соблюдения установленных норм. Вот с точки зрения комиссии по ценным бумагам, стейблкоин это не что иное, как ценная бумага, потому что эмитенты стейблкоина говорят, мы выпускаем нечто, что будет стоить 1 доллар, и мы вам это продаем за 1 доллар, и это нечто может обращаться, свободно обращаться на бирже, свободно ходить туда-сюда, и даже совершать международные платежи, в общем, короче говоря, вот такая. И с точки зрения комиссии по ценным бумагам, это есть не что иное, как ценная бумага. То есть вот я хочу напомнить, что примерно по такой же схеме, помните, телеграмм года 3 назад, они пытались запустить свой тон, и они попали точно в такую же ситуацию, мы объяснили, что ребята, вы собираетесь выпускать ценную бумагу, а мы вам это запрещаем, и в ту же самую конструкцию попал фейсбук, который тоже там сколько-то 2-3 года назад тоже какую-то свою валюту хотел запустить, которая выглядела примерно так же. Соответственно, а в Америке ну очень жестко следят за всевозможными финансовыми пирамидами, в которые, может быть, финансовыми инструментами, неправильно сказал, извините, куда можно вовлечь рядового потребителя, да, потому что слово криптовалюта очень популярное, там рекламы криптовалют просто, что называется, хоть отбавляй в любых средствах массовой информации, начиная от там телевизора и супербоула и кончая последним интернет-сайтом, и, соответственно, американский потребитель, американский, рядовой американец, ну, в общем, как-то начинает на это дело смотреть. И ему можно объяснить, что когда ты покупаешь там, условно говоря, криптовалюту, например, биткоин или этериум, да, то ты покупаешь абсолютно непонятное что, потому что цена этого ни к чему не привязана и там может меняться в любую сторону, не знаю, от нуля до 60 тысяч. И это твой полный риск и мы за это никакой ответственности не несем. А другое дело, когда тебе предлагаются инструменты, если говорить, ну, нет, слушайте, это стоит один доллар, мы у тебя берем твой доллар, мы его вкладываем в какие-то финансовые инструменты и обещаем тебе вот это нечто, твой стейблкоин поменять на один доллар в тот момент, когда ты этого попросишь. И здесь выясняется, что контроля не за количеством стейблкоинов, да, ни сколько их выпускается, ни кому они продаются, ни контроля, даже не очень важно, кому они продаются, на каких условиях, тоже не очень важно, а куда деньги используются, вот эта компания, которая выпустила стейблкоины, куда она использует эти доллары, что она на них покупает, не будет ли вот такого же скандала, как с биржей FTX, да, и вот с этого... И с товарищем... Луной, да, да. Да, да, которые там, не знаю, сотни миллионов долларов отправили на покупку квартиры на Багамы, в общем, и выясняем, вот, собственно говоря, задача, вот то, что объявила комиссия по ценным бумагам в США, она сказала, стоп, ребят, мы этого вам не разрешаем, да, то есть мы считаем, что вы нашли способ имитировать ценные бумаги, да, все, знаете, как это вот, если это выглядит как ценная бумага, пахнет как ценная бумага, обращается как ценная бумага, продается как ценная бумага, то вы можете называть это как угодно, но мы считаем, что это ценная бумага. Вот, и, собственно говоря, на этом, наверное, история стейблкоинов, она, думаю, действительно потихонечку будет подходить к концу, другое дело, что Поэтому сейчас наступление начала Федеральная резервная система, комиссия по ценным бумагам, то есть наступление начала Америка. Я пока не слышал, чтобы к этому наступлению присоединилась Европа. Да, ну дальше, видимо, нужно будет ожидать, что все эти стейблкоины будут мигрировать куда-то в другие валюты, в те же самые австралийские, новозеландские доллары, фунты стерлингов. Но думаю, что по большому счету со стейблкоинами на каком-то обозримом горизонте история закончится. Все-таки вот этот инструмент считается, что уже, как сказать, рынок перешел ту границу, которая раньше ему позволяла свободу действий и вторгся на пространство, которое зарегулировано законом и неплохо бы это поставить под контроль. Стал слишком большим. Но, тем не менее, в Binance говорят, что у них каждый доллар обеспечен, и они, если вы хотите вывести все свои стейблкоины, мы вам все без проблем выведем. То есть даже если они докажут, что все-все-все тютелька-в-тютельку у них складывается, вам кажется, что все равно, да, со стейблкоинами все. — Богдан, насколько я понимаю, Binance — это биржа, и она заявляет, что у нее нет никакой аффилированности с эмитентом вот этого стейблкоина, который там сейчас попал под раздачу. Я уже даже не могу забыть его название. — Да. — Вот. И готов поверить, что у биржи, у самой биржи с этим может быть все в порядке, и к бирже на самом деле претензий не было. Нужно сказать, что претензии были к эмитенту этого стейблкоина. Я думаю, что для потенциалов стейблкоинов, неважно, они уже выпустили или не выпустили, даже если они ведут абсолютно честный, прозрачный бизнес, и у них все стейблкоины обеспечены реальными активами, им предстоит очень упорная борьба с комиссией по ценным бумагам, условно, в США в данном случае, для того, чтобы зарегистрировать проспекты своей эмиссии. Да, потому что объяснить, вот в чем состоит бизнес-модель, не очень понятно, да. Знаете, как вот ценные бумаги имитируются для каких-то бизнес-целей. То есть вы можете быть компанией Apple, вы можете компанией там Facebook, вы можете быть, не знаю, там, макаронно-сервильным комбинатом имени Остапа Бендера, но вы имитируете акции или облигации, и вы говорите инвесторам, потенциальным инвесторам. Вот наш бизнес-план, вот наша финансовая отчетность, вот для чего мы хотим использовать ваши деньги, и вот за счет чего мы заработаем, поэтому вам предлагаем покупать. А со стейблкоинами ситуация вообще-то непонятная. То есть что можно написать в таком проспекте эмиссии? Уважаемые граждане, мы продаем вам бумагу, мы продаем вам некий финансовый инструмент, который стоит 1 доллар, и он всегда будет стоить 1 доллар. И вы его можете между собой продавать, обменивать, передавать, уходя там от налогов, уходя там от Путина, передавая через границу. Вот, но самое главное, что все, что мы у вас получили, все эти вот доллары, мы их положим, условно говоря, на счет. Ну, будем получать там небольшой банковский процент, на этот процент мы будем жить, но вообще говоря, никакой бизнес, ничего зарабатывать мы на этом деле не будем. Потому что единственное, для чего мы у вас собираем деньги, это для того, чтобы сделать вам жизнь легче. Ну, вот мне с моей, как сказать, колокольни это на бизнес-модель не тянет. И убедить комиссию по ценным бумагам, что это бизнес, мне кажется, что им будет очень тяжело. Ну, понятно. А еще они дублируют функции ФРС и, в общем-то, просто в другой плоскости это делают. Я вас понял. Даже не ФРС, Богдан. Это же на самом деле, вот, ну, вот давайте, как это, спрямим углы, проложим курс, что называется, строго прямой. Это обход всех ограничений, всех, как сказать, правил, регламентов, традиций в международных платежах. Да, то есть вот мы говорим, вот эти стейблкоины, они говорят, что мы пытаемся создать инструмент для международных расчетов или внутренних, или национальных расчетов. Это на самом деле не очень важно для расчетов между физическими и юридическими лицами, который будет абсолютно не подконтролен властям, да, и за движением этих денежных средств никто не будет иметь, никто не сможет понимать, надзирать, да, кто кому за что платит. Это, я бы даже сказал, что вот, ну, даже не функция, не поляна ФРС, а это все-таки уже поляна, я бы сказал, криминальных структур, бывали без криминалов, типа там ФБР, еще что-то такого, да, которые следят за отмыванием доходов, за финансированием, там, наркобизнеса и прочее, 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 да. То есть вот на самом деле граница, она очень тонкая. ФРС как раз, они вот, они всячески отнекиваются и пока пытаются держаться в стороне, только намекая, ну, не то, что намекая, а достаточно четко говоря банкам, что банки, мы вам не разрешаем работать со стейблкоинами, да, вот ровно потому, что это очень дурно пахнет, мы вам запрещаем и самим их покупать, и мы запрещаем вам клиентов обслуживать, и вообще было бы хорошо, если бы вы и банковские расчеты по операциям со стейблкоинами не проводили. Да, но вот пока ФРС как раз дальше не видит, ну, делает или делает вид, что не видит поляны для своего регулирования во всем, что связано с криптовалютами. Я вас понял, зрителям нашим я только могу сказать, относитесь аккуратнее к инвестициям, смотрите, во что вы вкладываете свои деньги, и если понимаете, что инвестиция очень рискованная, то не вкладывайте большую сумму. Я уверен, что просто очень многие в России поняли и узнали, что такое стейблкоины, потому что да, действительно, этот инструмент очень многим помог уехать из России и вывести в том числе капиталы в обход всем тем ограничениям, которые были. Спасибо большое, это был Сергей Алексашенко и наша программа Курс. Субтитры сделал DimaTorzok Ваш комментарий я читаю и какие-то вопросы буду адресовать, конечно же, Сергею Алексашенко. Также подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Меня зовут Богдан Бакалейко, мой телеграм-канал «Экономика русского эмигранта». У Сергея Алексашенко телеграм-канал так и называется. Сергей Алексашенко «Найти проще простого». Всем спасибо и всем хороших выходных. Субтитры сделал DimaTorzok